Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Подпишись на канал и поставь мне лайк, да. А еще первый час, как только выходит видео, мама отвечает на ваши вопросы и комментарии. Мне кажется, что нам настало время помыться, точнее не нам, а Софи и Эйвену. Поэтому сегодня мы будем принимать ванну. Но все не так просто. В этот раз я решила разыграть немножко Софи и Эйвена и оставить их на некоторое время одних в ванной. Я никогда этого не делаю, мне очень интересно, чем они там будут заниматься. Такие розыгрыши могут быть очень развивающими для собак и заодно учат их не бояться. Одиночества, каких-то опасных звуков, странной новой обстановки и так далее. Ну и заодно мы, конечно же, покажем, как мы моемся. Поехали купаться? Вы хотите мыться? Пойдемте тогда, пойдемте. Кто знает, что мы переехали и это... Софи, может ты даже мне рассказать? Кто смотрел наше видео о переездах, тот знает, что мы переехали за город в загородную квартиру. И здесь ванная не совсем такая, как у нас были до этого. Но зато сама ванна для купания здесь очень большая, так что будет удобно. И мы здесь будем мыться первый раз. Вообще, Эйвен приучен к тому, чтобы мыться. Но купаться он не очень любит. Ну вот такой у него характер. Он вообще не любитель всяких таких вещей. А Софиша, в принципе, к купанию относятся нормально. И даже иногда с интересом. У меня здесь есть коробочка. Я буду использовать, как обычно, свой набор шампуней. Это американская марка Крис Кристенсен. Я ее очень люблю, эту косметику. Здесь полный набор ухода за шерстью. Но подробно про нее я рассказывать не буду, потому что у нас есть целое видео про этот набор и о том, как мы им пользуемся. Я ссылку, конечно же, оставлю в описании. Также в описании я оставлю ссылочки на то, как Софи рассказывает, как мыть собаку правильно. Как мы показываем, как мыть маленькую собаку и как мыть крупную собаку. И еще на видео, как приучить собаку к воде, как научить ее плавать. А сейчас мы пока давайте наберем водички. Так, сласьте, давайте. Вы наверняка смотрели все видео и знаете, что вода не должна быть горячей и не должна быть слишком холодной. То есть, такой вот слегка тепленькой. Да. Водичка у нас набирается. А сегодня еще на моем канале Анимэджик выйдет видео о том, как я делала большой космос в банке. И как я и обещала, теперь на том канале будут Софиши и Эйвен. Точнее, их реакции на всякие мои эксперименты. И в том числе, не ляжи меня. Так что обязательно сегодня посмотрите то видео и подписывайтесь на мой второй канал. Да, жопа? Луточки. Ух ты, она не тонет. Игрушечки вам, молоточки. Сначала помоемся шампунчиком. Дай вас. Мне, конечно же, вам уже не надо объяснять, что шампунь нужно хорошенько растирать, везде помыть собачку и головку помыть. Стараться не попадать в ушки, но ушки тоже помыть. И морду помыть, и под глазками помыть. И, конечно же, мы помним, что смывать шампунь нужно очень-очень тщательно. Иначе он может вызвать аллергическую реакцию. Как я сказала, про все эти шампуни у нас есть отдельное видео. Почему их несколько штук? Как пользоваться ими? Там и бальзам, и кондиционер. Тихо. Сейчас вода уйдет, чтобы мы еще раз хорошенько сполоснулись. Да, Софиш? А сейчас мы проведем тот самый эксперимент на развитие и бесстрашие, которым, к сожалению, порой не обладает Эйвен. Особенно во время мытья. Эйвен дрожит, и это далеко не от холода, потому что здесь очень тепло от страха. У Эйвена такое бывает, особенно когда он моется. И сейчас я уйду, и мы посмотрим на реакцию ребят. Я ухожу и даже закрою за собой дверь. София, куда мама уходит? Я не знаю, может, за еще таким-то треслом. Мне страшно, я не хочу тут быть один. Она закрыла дверь. Эйвен, вот ты иногда веселая, а иногда грустная. Почему так? Не знаю. Она нас зовет. Мама нас зовет. Или что нам делать? Надо как-то близки им, я не знаю, что? На полом там что-то постелила, я видел. Суть этого эксперимента заключается в том, чтобы проверить реакцию собак и проверить их на стрессоустойчивость. Я посмотрела это видео потом, которое было снято без меня, и сделала некоторые выводы. Эйвен и Софи повели себя, как и люди. Одни люди в подобной обстановке начинают бояться, а другие сосредотачиваются и пытаются предпринять какие-то действия. Эйвен продолжал трястись от переполняющих его эмоций. Такое очень часто встречается у чихуа и собак маленьких пород. А в ванной в это время было очень тепло, и вода была подходящей. Софи же была практически спокойна и даже заинтересована. Это снова подтверждает тот факт, что у них абсолютно разные характеры и темперамент. Потом я перестала их звать и просто молчала. Как повели себя Эйвен и Софи в такой ситуации? Еще через несколько минут другая камера засняла передвижение. Эйвен продолжал стоять, оперевшись о край ванной, а Софи в это время интересовалась уточками, обнюхивала все вокруг и изучала обстановку. Они перемещались от одного края ванной к другому, менялись местами, Софи вставала, а Эйвен наоборот. Затем я снова начала их звать, но я не видела, что они делают в это время. Я увидела это, только зайдя в ванную и потом на записи. Эйвен в конце концов впервые, и Софи бесстрашно выпрыгнула из ванной, подав пример. И Софи сразу же последовала за ним. Ну, потом мы еще немного поплавали и... Давай поплыли, куточки. Поплыли, поплыли. Идем сюда. Идем сюда. Котик просто, ты на котика похожа, Софиша. Выделывается, ничего не хочет, да, Эйвен? Плавать не хочет, купаться не хочет. Давай, плыви за уточкой. Море у нас тут плавать, да. Плыву, плыву. Ай, ебась. Плыви, плыви. Разучился плавать. Твою мой нос ленирую сегодня. Иди сюда. Сейчас, сейчас, погоди, мам. Ай, жопа. Мокровая жопа моя. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Вот моя жопа. Кого моя жопа? Мя, мя, мя. Мя, мя, мя. Мя, мя, мя. Кого? Мя, мя, мя. Кто жопу будет вытирать? Давай, выберем Софи. Девятку твою. Давай, помогай Софишку вытирать. Ты трюс, ты трюс, да? Ее мой дом. А как, кстати, крупную собачку сушить феном, мы тоже показывали в видео, где мыли ведь шкорки кардигана бабасика. Конечно же, мама позаботилась о них и постелила вниз подушечку, а сверху еще положила два полотенца, чтобы ничего не случилось. Но опять же, я знаю, что Софи и Эйвен умеют выпрыгивать из машины, и они не маленькие собачки, то есть для них это не так опасно, как если собачка совсем маленькая. Ловить. Кроме того, эта ванна невысокая, и это было абсолютно безопасно. Но я не рекомендую проводить этот эксперимент с собакой, склонной к стрессам. Но, как вы видите, оба чувствуют себя нормально, и никто после этого особо не стрессует, а наоборот, все веселые и еще и чистенькие. В общем, если вы не уверены в своей собаке, и у вас слишком высокая ванна, лучше не повторяйте этот розыгрыш. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в инстаграме, вконтакте, на наш канал, конечно же, если вы еще не подписаны, на мой канал АниМэджик. Любите свои собаки. Я поймала, я поймала, я поймала. София. И будет вам счастье. Я совсем забыла сказать, если вы хотите еще каких-нибудь розыгрышей и пранков над собаками, развивающих и просто развлекательных, ставьте лайк этому видео. Пока. Жми кругляшку и смотришь ролики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова